Так, дорогие друзья, всем привет! Доброе утро! Доброе утро! Добрейшее утро из святого города Иерусалима! Значит, сегодня у нас уже 106 или 105 урок, не помню, только что написал. Вот не обратил внимания, какой сегодня урок. Значит, у нас сегодня, да, 106, мне подсказывает сын. Ждем, кто у нас сейчас появится, кто у нас сейчас появится в эфире. Влад Косов, шалом, Влад, чтобы было у тебя все хорошо. Яков Шатадин, Таля Рафальская. Всем доброе утро! И начинаем. О, Алекс Поделка, папа Давида Поделка. Это Давида Веледника, это очень наш постоянный теперь уже участник уроков. Прекрасно, когда сыновья, это было написано перед приходом Ашеха, что сыновья повернут сердца отцов к Тори, да, и получится, что так и в моей семье так произошло, и в семье Давида, что сейчас вот у него и папа, и мама, и дядя его стал таким религиозным, прям вообще. То есть вся семья за одним молодым парнем, у которого в сердце проснулась любовь к Богу, и который сумел сделать действие, чтобы эту любовь к Богу реализовать и превратить ее в действие, да, в настоящее действие, да, в этом мире есть мысли, а есть действие. Так вот, действия, они являются следствием мысли, но они важнее, чем мысли. В общем, мы видим, что вся семья сейчас поделка, слава Богу, на пути к вечной жизни и к такому большому счастью. Хорошо. Итак, дорогие друзья, 28-й отрывок 14-й главы звучит так. Беров Ам Адрат Мелах. Убээпес Леом Мехитат Разон. Значит, если дословно перевести этот отрывок, то получается интересная вещь. Получается, что вот вообще ничего не понятно. Обычно на русский перевод, когда переводят, теряется глубинный смысл каждого слова. Дословно перевожу. Беров Ам, когда много народа, великолепие царя. А когда Эфес, когда мало, Леом Мехитат Разон. Когда мало, Леом это тоже народа, да, только другое слово. Когда много народа, это великолепие царя. А когда мало народа, тогда идет падение какого-то Разона. Что понятно? Разон это, Раз это тайна на Арамите, да. Значит, падение какой-то тайны. Непонятно. Значит, переводят, что тайна это советник царя. Давайте я вам сейчас по каждому слову расскажу, что рассказывает на Малдем. Он говорит так. Люди делятся на две категории. Есть Ам, название народа. Не, есть название народа, которое переводится в слово Гой. Гой это тоже народ. Вот Израиль это Гой Кадош, например, в Торе написано. И Гой это такое слово, переводится народ дословно. Теперь это просто название некой принадлежности к какому-то национальному, какой-то национальности. Это словом Гой определяется. Ам это народ какой-то страны. Например, есть Ам-Исраэль, есть Ам-Америка. То есть это народ какой-то страны. Что такое Леом? Леом это общность людей, объединенная какой-то идеей. Например, есть мусульмане. Это пример Леом. Это они объединены общей религией, общей идеей. Теперь написано, когда много народа, простого народа вот этого. Ам это народ, который объединяется вокруг царя. Их интересуют хлебы зрелища. То есть обычный простой народ, им нужно что, чтобы было что кушать и было на что смотреть. Им нужен обязательно царь, который будет заставлять, который установит порядок и который будет властвовать над ними, как, например, тот же Путин властвует. То есть им нужно, чтобы была твердая рука, которая всех преступников искоренит, всех злодеев уничтожит, защитит от внешнего врага. И отлично, будем тогда что будет что кушать и будем смотреть телевизор и, значит, ходить на парады. Все. Это простой народ. Теперь Леом это люди, объединенные идеей. Вот, например, был шах в Иране. Да, был шах в Иране. И Иран был не религиозная страна. Это был просто Ам народ, у которого был царь шах. И они радовались. Это была самая такая демократия на Ближнем Востоке. То есть там было все как в Европе, как в Америке. А потом приходит вот эти вот, как они называются, Аятала, Аятала Хамини. Это он был такой религиозный фанатик. И объединяет вокруг себя всего лишь небольшую кучку людей, такие религиозные, но которые были готовы за религиозную идею умереть. Стражи исламской революции. И они захватывают, свергают шаха, захватывают власть в стране. И сейчас Иран это исламская страна, в которой опять начинается, чуть только покачнулось экономическое положение. И вот этот вот народ простой, он начинает опять его куролесить, колбасить. Достаточно было только доллару чуть-чуть скакнуть. И они готовы сбросить уже вот эту вот власть идейную. Получается, что когда много народа, это великолепие для вот этого царя. Когда все хорошо, то есть это показывает, что царь, он великий царь. А когда становится мало вот этих идейных людей, то розон это тот, кто правит как серый кардинал, тот, кто правит через идею. И когда становится мало идейных людей, как в Советском Союзе. Вначале были коммунисты идейные, их было мало, но они захватили власть. Ими правили идейные люди. Потом идейных стало мало, 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 оп, исчез коммунизм. Понятно, да? Это нам рассказал царь Шлом Амеллах, рассказал нам царь Соломону вот такую вот структуру. То есть в каждом народе есть некая группка идейных людей. Если они объединяются, достаточно 2-3% идейных людей, чтобы захватить власть. А остальной народ, он идет за царем, который вот им нужны внешние признатии власти. Вот эти лувры, такие кремли. Ну, то есть, понятно. Теперь дальше. Это как бы нам особо просто рассказали, как работает мир. То есть мы, никто же царями здесь не собирается становиться. Вроде нет, да? Значит, ну просто, чтобы было понятно, как работает сама система. Теперь дальше. Вот это вот каждому из нас сейчас очень полезно. 29-й отрывок, это просто на ежедневная прямо инструкция к жизни. Эрехапаем рафтвуна. Эрехапаем это долготерпеливый, и у него будет много твуны. Твуна это есть бина, а есть твуна. Бина это понимать вещь из вещей. Это логика, понимание причины, следствий и уход вглубь вещей. То есть ты смотришь на какую-то вещь и сразу понимаешь логически, из чего она следует. Твуна это ты смотришь на какую-то вещь и соединяешь ее в более общую картину. Твуна, то есть ты понимаешь последствия этой вещи. Бина это ты понимаешь причины этой вещи. Твуна это ты понимаешь последствия этой вещи. Это особое свойство мышления, называемое логика. Теперь, если человек эрехапаем, долготерпеливый, что это значит? В жизни часто идет что-то не так, как хочется. То есть прям буквально, жизнь постоянно выходит из-под контроля человека, который пытается контролировать внешние события. И большинство людей в этот момент, они начинают гневаться, переживать, волноваться, эмоционально воспринимать несоответствие реальности своим ожиданиям. Теперь в этот момент у человека отказывает вот эта твуна и бина. Логическое мышление, рациональное мышление в этот момент выключается. И что происходит в продолжении этого отрывка 29-го? Укцар-руах, это у которого короткий руах, короткий дух, то есть он вспылилый такой, у него начинает дух его колбаситься. Кцар-руах такой, мэрим и велит. У него поднимается изнутри и велит, как мы знаем, это грех и это мышление сомнительное, ну сомнение. То есть когда человек входит в эмоциональное, негативное, раздраженное состояние, у него внутри поднимаются совершенно хаотично какие-то мысли, которые заставляют его сомневаться в Боге, в себе, в людях. То есть это совершенно, это рушится его мышление. Теперь давайте еще раз соединим 29-й отрывок вместе. Эр-эхапаем, долготерпеливый, то есть тот, кто спокойный, кто может быть спокойным в любой ситуации, это называется Эр-эхапаем, долготерпеливый, раф-твуна. У него будет много понимания, много у него будет твуны, это логическое мышление, то есть у него будет спокойное мышление, и он будет видеть причины, следствия, последствия, то есть у него будет цельная картина. К цару руах, как только он выбивается из состояния уравновешенного, у него будет мерим и велит, то есть у него поднимается из его подсознания куча разных мыслей, сомнений, греха и так далее. То есть написано, что человек не грешит, а только если в него вселился руах штут, дух штут это глупости, то есть в состоянии гнева человек может наговорить разных глупостей, разных гадостей, ударить даже кого-то может в состоянии гнева, вообще это ужас. То есть нужно понимать, что если человек хочет быть рафт в нот, то есть спокойный логический, нужно тренировать в себе долготерпеливость, то есть умение терпеть, когда мир идет не так, как ты хочешь. То есть мир идет, это мир, ситуация, мир, люди, они все не под нашим контролем и надо в себе тренировать вот это вот спокойствие к восприятию внешних событий и оставаться в спокойном состоянии, чтобы видеть их причины и следствия. Для всего есть причина, у всего есть следствие и если человек верующий, то он верит, что Бог управляет миром и Бог управляет миром для добра. Бог очень хочет, чтобы всем нам было хорошо. И об этом следующий отрывок, следующий отрывок 30-й звучит так. Хаей басарим лев марпе. Оживляет мясо, оживляет плоть, сердце марпе, мягкое сердце. Это продолжение как раз вот предыдущего отрывка, что когда у человека сердце марпе, лев марпе, внутри подсознание, оно такое спокойное, оно оживляет ему все плоть, то есть он хорошо себя чувствует, спокойный человек, хорошо себя чувствует. Уркав от самот кина, и гниение для костей создает кина. Кина это зависть и месть тоже. То есть что происходит? Если у человека внутри в сердце, значит эрахапаем это когда ты можешь успокоиться, а вот марпе лев, когда у тебя мягкое сердце, ты не вспылишь. То есть когда у тебя внутри ты умеешь уступать, то есть как айкидо такое, да, оно так пошло, ты оп, принял, ты оп, принял, ты оп, принял, принял. То есть ты такой принимаешь реальность, и ты не завидуешь никому, ты ни на кого не злишься, у тебя нет плана вместе, да, который есть у некоторых людей. Это оживляет плоть. То есть такой человек, он здоровый, он прекрасно себя чувствует физически, да, в тело. А уркав от самот кина, это когда-то меня спросили, где вот в Торе написано, что там нельзя, что вредит здоровью, вредит здоровью, если ты неправильно мыслишь. Вот здесь это как раз написано. Когда у человека есть кина, зависть, да, это написано в Пертьевод, что, значит, кина, таава, векавод, матьим и тадам и на лам. Кина – это зависть, таава – вожделение, кавод – стремление к почету, гордыня. Человека выводят из этого мира. Как выводят? Здесь написано, как выводят, у него начинают гнить кости. Говорят, есть такие целые теории, там, Луиза Хэй, какая-то Лиз Бурбо, они говорят, что непрощенные обиды, когда человек долго в себе носит обиду, и что значит, что носит обиду? Он, то есть он внутри себя как бы посеял вот это вот семя обиды, ненависти, зла, то есть негативных вот этих эмоций. И оно является причиной болезней. Вот здесь это написано, да, то есть когда у человека есть внутри вот эта вот кина, зависть или желание отомстить, он беспокоится, он нервничает, он как бы в себе носит вот это вот семена болезни. Лев Марпе, вот написано, начало отрывка, оживляет плоть, оживляет мясо, сердце спокойное, сердце Марпе такое спокойное. И Рокава, Смоткина, все, значит, мы никого, всех прощаем, всех вообще никого, никому не завидуем, значит, полностью. Человек должен жить на своей волне, вот я, вот Бог, вот слава Богу, все отлично, и это оживляет плоть. И сегодня мы успеем еще следующий отрывок, нам очень интересный следующий отрывок. Так, сейчас, секундочку, о, у нас еще полно времени. Следующий отрывок такой. Сейчас мы переходим от вопросов здоровья и духовного, психологического здоровья, физического здоровья, мы переходим к финансовым вопросам. Финансовые вопросы, они тоже очень важны, потому что денежная энергия, она, ну, это то же самое, как и физическое здоровье. К тому же, есть такое в Талмуде высказывание, что «аколь талуй бы лев», то есть лев, это мышление человека, вот, но именно мышление, неосознанное мышление, это маленькая пусенькая часть мышления, которая просто как вершина айсберга. Лев, сердце, это имеется в виду вот все подсознание, жесткий диск, то есть уже запрограммированное мышление, которое есть в человеке, а не то, что он вот осознает там одну-две мысли, которые мелькают у него в голове, это вообще ни о чем. То есть эти две мысли, они просто, ну, сознание – это ничто, это такой легкий всадник, который нужен только для того, чтобы знать, индикатор, что у тебя в сердце, и чтобы в это сердце же вводить какую-то информацию. Это как фильтр такой, да? То есть сознание то, что вот осознает, вот вы сейчас осознаете то, что я говорю, зашла какая-то информация. Вы можете выбрать, или ее в сердце взять, оставить у себя, тогда придется повторять, написать три вывода, еще повторить, с ней поработать с этой информацией, тогда она зайдет в сердце, как семена. Или просто ее пропустить мимо. Теперь, дальше сознание, оно, оп, изнутри будет что-то всплывать, так как там-то уже заряжено годами жизни, и будут все время всплывать расти старых семян. Если там есть зависть, вожделение, если там есть месть кому-то, да, то есть какие-то обиды, все время будут всплывать сорняти в сознание, которые будут вызывать опять какие-то в настоящем времени конфликты и скандалы. Если человек хочет это выпалывать, сорняти, он ищет новое знание, и его садит в свое сердце, и там оно как бы выпалывает эти сорняти, то есть какое-то решение, может, вот, какой-то человек что-то узнал и принял решение, хазар бы тшува, вернулся к тшуве, и он берет, пам, и прямо выкорчевывает там целый пласт сорняков у себя внутри, потому что, потому что, это тшува, это тшува, это механизм предусмотренный для очищения сердца. Так вот, в Талмуде написано, что, а коль талуй бы лев, все, что с человеком происходит, оно привязано к его сердцу, поэтому, сказал Раббан Йоханнан Бен Закапперте, вот, что доброе сердце, это основа всего, то есть, если у тебя внутри оно добро, очищенное все, да, то у тебя все есть, читай, да. Теперь сердце, все связано с сердцем, мы видим, что и физическое здоровье, и хорошее самочувствие, все связано с сердцем, а сердце привязано к карману, так сказал Раббий Йоханнан. То есть, сердце человека зависит от того, что с ним с деньгами, как у него с деньгами, потому что это, это очень тоже важный индикатор, и это жизненная некая энергия. И вот нам сейчас в тридцать первом отрывке рассказано очень важное правило, как относиться к деньгам. Значит, Ошек Даль Хереф Осеу, тот, кто притесняет бедного, Даль это бедный, обездоленный, есть такое русское слово, так вот, наверите, это Даль это бедный, обездоленный, Хереф позорит Осеу, позорит того, кто его сделал. А кто его сделал, сейчас мы разберемся. Умихабдо, Хонен и Вьон, и почитает его Бога, опять же, почитает Бога тот, кто милосерден к бедному. И Вьон используется другое слово. Значит, есть в этом мире, интересно, Бог создал 7 миллионов 770 тысяч животных. Это видов. Не количество, их там миллиарды, а видов, 7 миллионов видов животных. Можете себе представить? Каждому виду животных он создал пищевую цепочку, чем это животное будет кушать. То есть, все эти животные друг с другом зацеплены, и каждому есть что поесть. Одно служит пищей для другого. То есть, вся система продумана, чтобы никто не остался без еды. Представляете? Теперь, единственное в этой цепочке существо, которое, ну, мы же отличаемся от животных, которое строит там совхозы, колхозы. Сейчас мне рассказывали вчера, что в Израиле коровы, их роботы обслуживают. Так, роботы, корова уже к этому роботу идет, роботы их там причесывают, расчесывают, дуют, чешут там, их музыку им подбирают, которую корова любит. Потом, осеменение идет, их же генетически выращивают, берут лучших быков, лучших коров. А как вы знаете, кто такая лучшая корова, да? Та, которая меньше ест, больше дает молока. То есть, вычисляют этих коров, быков, их там. Это человек. Человек, он совершенно, это как он создан по образу Бога, он творит, он досоздает этот мир. Это человек. То есть, корова сама она ничего себе придумать не может. Она может только кушать и давать молоко, а человек придумывает разные штуки. Теперь Бог создал людей. И он создал людей, то есть, людей-то он создал для духовной работы. Поэтому он людей разделил. Одним он дает деньги, богатство, а другим не дает. По каким-то причинам. Это может поменяться в любой момент. Дальше мы будем в Мишле учить, что Ашир в Раш не в Гэшу. Богатые и бедные встретились. Осе кулям Ашем. Интересно, я только сейчас заметил. Раш слово это, Рэйшин, это бедные две буквы. Ашир это еще одна буква Айн добавляется. Это одно и то же почти слово. Теперь Бог дает кому-то больше ресурсов. И он дает другой вот этот Даль, обездоленный. Это человек, у которого сейчас нет ресурсов. И он богатому дает возможность дать вот этому бедному работу. Это духовное. Это заповедь. Это митсва. Он ему дает работу. Вот этому обездоленному. И выполняет тем самым заповедь. То есть, система работает. Бог предусмотрел, что людям он дал заповеди. И богатым он дал больше ресурсов, чтобы богатый дал обездоленному работу. И чтобы тот работал. Все должно быть честно. Если богатый, он ему дал работу, но не заплатил. То есть, он притесняет этого обездоленного. То он кого на самом деле притесняет? Асеу, того, кто его сделал. Бог его сделал. И все в один момент может поменяться. В один момент все может поменяться. Интересно, у меня есть два знакомых, которые уехали в Канаду. Один был очень богатый. Дико богатый был. И у него потом постепенно все деньги, они куда-то ушли. Другой уехал туда, у него не было ни копейки денег. Вообще ни копейки денег. Сейчас я с ним вот ровно вчера, позавчера с ним разговаривал. Он очень стал богатый, у него огромная компания. И он говорит, смотри. То есть, он религиозный парень, учился в Яшиве, тоже очень хороший парень. То есть, вот эти вот вещи, богатый и бедный, они как колесо, они меняются. Теперь, что нам здесь сказали? Тот, кто притесняет бедного, вот этот богатый, который дал ему работу, он позорит того, кто его сделал. Позорит того, кто сделал вот этого обездоленного обездоленным. То есть, он с богом имеет. То есть, человек, который богатый, как он распределяет богатство, он с богом имеет отношение. Теперь, кто такой Ивьон? Ивьон это тот, который не может зарабатывать. По каким-то причинам человек, он не может зарабатывать. Тот, кто его михабдо, тот, кто ему не только дает деньги, да, какую-то отздоку, помощь, но еще его почитает, уважает его, да. То, что он, Хонен Ивьон, он бога михабдо. То есть, он почитает бога. Тот, кто милосердно, с уважением и помогает, Ивьон, это тот, у которого нет денег и который не может работать. То есть, понятно, да, идея? Это очень серьезная тема, что человек, у которого есть деньги, то, как он распределяет деньги, как он помогает или не помогает, или относится к людям, у которых нет денег, это он не с ними взаимодействует, он с богом взаимодействует. Это очень такая важная мысль для нас. Все, дорогие друзья, давайте сейчас подумаем о своих делах. У нас есть сейчас месяц илуль как раз для того, чтобы проверить, посчитать, проверить свои дела и сделать соответствующие выводы, сделать шуву и войти в Новый год в Рошашана, войти обновленными, сделав шуву, то есть раскаявшись и приняв решение действовать по Торе. Как действовать по Торе? Слава Богу, Бог нам сообщает, открывает законы, как все работает. Теперь осталось только эти семена посадить себе в подсознание, и пускай они прорастают удачей, успехом, долголетием, долгие годы, долгие дни. И главное, чтобы было хорошо на душе, то есть хорошо на сердце, чтобы было у всех. Все, подводим итог. Значит, что мы сегодня узнали? Мы узнали то, что, значит, ну про царей мы узнали, как эта штука работает, что большинство людей бездуховные, с этим надо смириться. Им нужен царь, который будет их заставлять. И дальше, эра хапаем, нужно быть очень долго терпеливым, и тогда будет логическое мышление твуна, и ни в коем случае не входить в состояние беспокойства и негативного мышления, потому что это поднимает из подсознания все негативные, и кормит, это можно сказать, кормит все сорнити внутри, их прям выводит наружу. И дальше мы узнали, что негативное мышление, непрощение, зависть и все негативные эмоции, они прямо дают гниение для костей. А нам надо, чтобы наоборот было, чтобы было, значит, оживляло нам плоть, хорошее, доброе, мягкое сердце. И надо относиться, давать работу и быть очень осторожными в оплате, не притеснять людей обездоленных, то есть тех, у кого нет денег. И второе, те, кто не могут работать, нужно, помогая их, мы тем самым почитаем Бога. Все, друзья, удачи, успеха, чтобы было у всех прям реально прекрасный год и запись во всех хороших книгах жизни, богатства, благоденствия, гармонии, любви, счастья. Все, удачи, успехов и всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok